Всего за 2023 год сотрудниками отдела МВД зафиксировано 34 случая незаконного отъема денег через интернет или по телефону. Все чаще устюжане, желающие быстро разбогатеть, переходят на различные инвестиционные интернет-площадки, где и попадают в сети злоумышленников. Последний случай такого мошенничества привел к потере нескольких миллионов жителям Великого Устюга. Мужчина, опять же, в кавычках инвестировал мошенникам, опять же, перешел, просматривал в сети интернет информацию, перешел по рекламной ссылке «Газпроминвестиции», зарегистрировался на неизвестной интернет-площадке, после чего мошенники вступили с ним в диалог, и в течение месяца все это продолжалось, он им перевел порядка трех миллионов рублей. Злоумышленники держали устюжанина на крючке с конца января по февраль. Этот эпизод стал антирекордным по количеству переведенных средств за прошедшее в 2023 году время и одним из крупнейших за последние годы. Полицейские продолжают информировать население о действиях мошенников. В Великогоустевском округе есть примеры эффективной работы с гражданами. Дмитрий Белых, участковый усть Алексеева и участник конкурса «Лучший участковый и уполномоченный Вологодской области». Дмитрий Николаевич продолжает эффективно выполнять свою работу, активно информирует население о действиях мошенников и добился результатов. Усть Алексеевска, сельское поселение у нас во всем районе отличается с положительной стороны в плане профилактики борьбы с мошенничествами. Участковый уполномоченный, который там работает, Белых Дмитрий Николаевич, прилагает огромные усилия для борьбы с мошенничествами. Он проводит огромную работу с населением, с гражданами на подконтрольном ему административном участке. И как результат в этом году, в прошлом году мошенничества на его административном участке зарегистрировано не было. В 2023 году Дмитрий Белых организовал конкурс детского рисунка по профилактике дистанционных преступлений, в котором приняли участие несколько десятков юных жителей усть Алексеева, а также их родители, которые помогали детям рисовать и тем самым сами больше узнали об этих преступлениях и методах профилактики. Победители будут награждены ценными подарками и получат грамоты от отдела МВД. Степан Кришановский, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».